Всем здравствуйте! Последний муж Валентины Легкоступовой оккупировал квартиру певицы. Юрий Фирсов уже сменил в доме замки. По словам бывшего возлюбленного исполнительницы хита «Ягода малина», ему больше негде жить. Адвокат Сергей Жорин заявил, что бывший муж Валентины Легкоступовой не собирается покидать жилплощадь артистки. Как отметил юрист, яхтсмен готов на все, лишь бы завладеть ее недвижимостью. Удивительно, что Юрий Фирсов всех обвиняет в непорядочности детей Валентины Легкоступовой, ее маму, а теперь уже чуть ли не следственный комитет. При этом, прожив в браке с покинувшей этот мир супругой всего 40 дней, он первый прибежал к нотариусу для получения свидетельства о вступлении в наследство и через час после получения свидетельства уже вскрыл замки в квартире покойной жены, поставил новые свои замки и заявил, что он будет там жить, рассказал Жорин. По словам Сергея, 57-летнему яхтсмену больше некуда пойти, поэтому он вцепился в квартиру Валентины Валерьевны. Поставив там свои замки, Фирсов заявил, что ему негде жить, и он чуть ли не бомж, добавил адвокат. К слову, ранее квартира Легкоступовой была опечатана. Тогда Фирсов говорил, что в доме супруги остались его вещи, а именно рюкзак с крупной суммой денег. Сейчас же яхтсмен уверяет, вместо 30 тысяч евро у него есть только 19 тысяч. Я предполагаю, что он пытается, возможно, уже заставить сотрудников Следственного комитета выдать ему этот рюкзак до окончания доследственной проверки, прекрасно понимая, что он является частью наследственной массы и как минимум должен быть поделен между наследниками, заключил Жорин. Напомним, Валентина Валерьевна покинула нас в августе прошлого года. Причина ухода исполнительница хита «Ягода малина» – черепно-мозговая травма. Дети-артистки не раз заявляли, что Юрий Фирсов жестоко относился к матери перед ее госпитализацией. Однако яхтсмен подобное обвинение опровергает. А у нас на этом все. Спасибо, что были с нами. Ставьте лайки, комментируйте, подписывайтесь на канал. Всем пока-пока.